Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как отличить испытания, посланные Богом, от дьявольского искушения? Иногда человек под дьявольским искушением понимает какие-то обстоятельства, которые им распознаны как какая-то личностная трагедия или какое-то событие негативного плана. Хотя, хорошо, человек должен был поехать в путешествие по пути в аэропорт, он падает и ломает ногу. Искушение дьявольское или божий промысел? Не знаем. Но через некоторое время взлетает самолёт, и самолёт со всеми людьми остальными падает в море, а этот с поломанной ногой остаётся с поломанной ногой, но живой. Что в данном случае, промысел Божий или дьявольское искушение? Я думаю, нельзя так вот ставить конкретику на каких-то обстоятельствах и утверждать, что это промысел Божий, а это какое-то дьявольское искушение. Поэтому в любом случае есть обстоятельства, которые могут иметь негативный характер, но со временем человек видит, что если бы не было этого негативного поступка, не было бы этого, в скобочках, дьявольского искушения, не было бы и следующих событий, которые возникли потом и которые оцениваются уже человеком как милость Божия. Поэтому не надо пытаться что-то различать и не надо пытаться ставить клейма на какие-то обстоятельства. «Живите и по воле Божией, если я жив буду и будет угодно Богу, то буду делать то и то». Если человек рассматривает мир не с точки зрения гипертрофированной буквы «Я», а с точки зрения буквы «Азм» есть Господь Бог твой, то все обстоятельства, которые происходят в его жизни, он будет воспринимать как Иов, помните, сидел на куче, вот так вот. Когда Бог хочет испытать человека, он иногда его испытывает. А когда хочет научить ему чему-то, вы вспомните, вы когда учите своих детей, это не всегда радость, это иногда и трудность. Но эта трудность переходит в следующую радость. Может быть, для детей вы тоже являетесь искушением, которое надо терпеть. Но, тем не менее, вы понимаете, что надо продолжать делать так. И делайте. Поэтому, не ставя клейма, не ставя какой-то конкретики в Божеском и Станинском, надо жить, славить Бога, лоб крестить и делать то, на что есть жизнь и на что есть возможность и способность. А дальше Господь все управит и разложит. А потом, прожив жизнь, вы поймете, что было искушением, а что было Божьим даром. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.